а витамины не нужны человеку абсолютно потому что витамины это знаете это вот как как эйдс спид это придуманная вещь нет никаких витаминов просто нету у меня на эту тему была лекция где я рассказывал об очень простом эксперименте очень простой эксперимент знаете есть такая болезнь цинга когда гниют десна выпадают зубы моряки очень часто раньше средние века ну и уже не средняя восемнадцатом тоже в семнадцатом веке болели как бы нет витаминов там они там колбасу жрут свою копченую на корабле воду пьют как бы такую тухлую но и начинает сгнивать потихонечку потому что фрукты там долго не держится вот как их употреблять не знали в основном ели колбасу так сказать одна из главных причин цинги у колбасу всякие копчености на мясо копченое почитайте книги о пиратах там всяких мореплавателях чем они питались на очень просто так вот берут больного цингой и дают ему синтезированный витамин c вот тот витамин когда появляется в аптеке и кормят его этим витамином как бы витамин c а цинга это нехватка как бы как говорят витамина c если у тебя есть достаточно витамина c в организме защитки у тебя как бы быть не должно ты должен быть здорово поэтому этому больному дают как раз вот тот самый витамин c нехватка которую вызывает цингу что происходит дальше а ничего не происходит цинга не ходит он начинает развиваться если как говорится дальше ему продолжать давать этот витамин c синтезированный из аптеки он просто умрет но когда этому больному просто-напросто дают там апельсин лимон или мандарин у него цинга проходит за неделю вот и все в айрведе нет ни слова о витаминах а айрведу создал бог не человек витамины придумали люди и продают друг другу но есть еще один очень важный момент касающийся витамина почему не действует этот витамин c очень просто потому что он синтетический он создан человеком он искусственный и происходит следующая картина я ее иллюстрирую очень просто но на самом деле так она есть вот когда вы едите там яблоко морковку капусту там еще что то он состоит из клеток морковка яблоко капуста попадает ваш организм первую первую очередь в рот и во рту начинается его тестирование к нему приходят клетки нашего организма и спрашивают ты кто такая она говорит я клетка там яблоко морковки они говорят проходи это на самом деле происходит следующим образом что клетка морковки там яблоко или чего то еще у нее есть код вот электронный ключ знаете электронные ключи прикладываешь дверь открывается в этой клетке есть электронный ключ она подходит к клеточной мембране открывать нажимает на этот как прикладывать свой ключ мембрана раскрывается заходит она сама закрывается а что происходит когда человек ест синтетические продукты или продукты которые не предусмотрены для для его употребления потому что у него нет соответствующих ферментов кодов нет соответствующих приходит допустим витамин c или какой-нибудь там какое-нибудь лекарство которое синтезировано человеком получено искусственным путем технологическим она подходит а клетки спрашиваешь ты кто такой а это первая задача иммунной системы кто детектирование инспекция кто кто входит ты кто такой он молчит потому что он не может ответить он робот и тогда организм воспринимать его как чужеродное тело как чужеродное какое-то инородное и народное тело и он пытается всячески быстро от него освободиться вывести себя поэтому в организме должна быть вода всегда чтобы с водой быстро вывести потому что это если он не отвечает на пароль он ключ у него даже ключа нет он на самом деле там все намного более страшно происходит вот это там в этих витаминах во всех синтетических средствах особенно в лекарствах есть так называемые активные вещества которые являются своего рода ускорителями это такие знаете как вот такая машина с ускорением он садится этот витамин на эту машину разгоняется и врезается в клетку врезается в клетку разрывает эту межклеточную мембрану проникает внутрь начинает действовать а клетка потом с трудом с трудом восстанавливать а когда это происходит постоянно то клетки не выдерживают и поэтому те кто употребляет лекарства очень быстро стареет просто клетки начинают разваливаться вот клетки нужно вывести потому что вот эти вот не клетки вот эти вещества они чужеродные не знать что с ними делать у него есть заложено в человеческое сознание в человеческий организм заложены все возможные варианты вот вы никогда в жизни не ели банана вы съедите банан и вас ничего не будет почему потому что предусмотрено было уже при создании человека чтобы есть такие бананы эти бананы люди будут есть у него есть фермент а вот если вы возьмете синтетический витамин c он не предусмотрен брахманом для употребления когда он попадает в организм так т-лимфоциты первой которые так сказать линии обороны они со своим справочником сферы у нас нет такого нету такого что мы будем сделать с ним нет ферментов для его обработки значит его надо либо уничтожать либо выводить но вот тут вот есть такая особенность что он разгоняется и разрывает клеточную мембрану вот так действуют все лекарства все синтетические средства самом деле